Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 21 июля. День Прокопа. Назван в честь святого великомученика Прокопия. Он отличался быстрой сообразительностью. Будучи отдан матерью эллинским учителям, скоро прошел все светские науки. В дальнейшем император сделал его воеводою и послал с войском в египетский город Александрию, чтобы там гнать, мучить и избивать христиан. Когда он шел на это дело, в воздухе появился крест блестящий, как хрусталь. Из креста послышался голос. От этого чуда Прокопий изменил свою веру. На Прокопия начинали жатву, потому и прозвали его жатвенником. Люди в течение всего этого дня находились в полях, убирая рожь. В этот день почитали икону Казанскую Божью Матерь. А произошло это так. От раковицы Матроне явилась во сне Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где находится их дом, скрыта в земле ее икона и повелела объявить о всем духовным и мирским властям в городе. Видение сие не один раз повторилось. Матрона поведала о всем матери, но та проигнорировала. Затем девочка увидела икону Богоматери в огненных лучах и услышала страшный голос. «Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». Стали копать в обозначенном месте, но ничего не находили. И только когда стала копать сама девочка Матрона, показалась икона. А Иоанн Грозный повелел построить храм и поместить туда дивную икону. Крестьяне верили, что сегодня на полях можно встретить камаху. Некое насекомое, которое свивается в клубок и катается по земле. Когда под ноги попадается этот клубок, то для него будет благополучный год. Многие в этот день шли на поиски камахи. С этого дня собирали чернику. Ее ягоды считали обладающими многими полезными свойствами. Особенно полезна черника для поддержания хорошего зрения, лечения ревматизма, болезнях пищеварения, подагри и иных. Приметы. Если в июле жарко, в декабре будет морозно. Если утром туман и обильна роса, день будет ясным. И если нет росы, к дождю. Глухой гром, к дождику, огулки, к ливню. А какой предпочтительный? Красный, зеленый? Лучше, что зеленый. Потому что зеленый зимой больше всего сохраняет биологические активные вещи. Отлично. Кстати, вы знаете, вот этот салат, это прям для меня. Почему? Ну, потому что я мясо не кушаю, а вот именно вот такая вот растительная пища, такого здорового, в здоровом своем состоянии, это прямо то, что мне нужно. Это хорошо. Я уже даже предвкушаю, как это будет вкусно. Множечко у вас есть, это очень хорошо. Потому что здесь, как мы говорили, содержатся аминокислоты, которые нужны нашим организмам. Если человек мало употребляет мясо, то они будут в какой-то степени его дополнять. Ой. И самое важное, потихонечку, не порезается. Да, кстати, мы еще вот такое, вот смотрите, что... Вы сейчас скажете, что это надо кушать. Да, оказывается, оказывается, смотрите, что... Нет, я знаю, что там калий много в семечках. Она всего-то выбрасывает. Ну, это для программы, а дома я семечку скушаю обязательно. В семечках содержится масса полезных веществ, и червячок в первую очередь седает семечко. У меня вот это остается все время от яблока, вы знаете, дома. Хорошо, нарезаю. Ну, здесь-то я не дома. Нарезаю. Так, я подержу вас. Теперь я нарезаю листья сердерея. Вот. Так, есть. А, какой дух. Мы опять же натираем на крупной терке, да, яблоко? Можно натирить, да, действительно, на крупной терке. Вместе с кожурой. Лучше всего с кожурой, потому что в кожуре содержатся еще микроэлементы. И мы думаем, что полезная самая мякость. Нет, на самом деле больше всего пользы это в кожуре и в косточках. Ну, а вот какие сейчас могут быть яблоки, вот скажите? Во-первых, уже, да, как они хранятся зимой? Выбирайте наши семеринку, зелененькие яблочки, потому что они самые полезные, самые нужные. А те, которые привезены из-за границы, конечно, лучше всего не выбирать. Натираем, да? Молодец. Но возвращаясь к сельдерию, что я могу еще сказать про него? Сельдерия обладает успокаивающим действием, кстати. Да вы что? Да, после конферта. Никогда бы не подумала. Вот, а он, оказывается, обладает успокаивающим действием. А как же, а, ну смотри, какая часть, наверное, потому что если здесь эфирные масла, он, наоборот, должен... Нет, он будет все из зеленой части растения обладать успокаивающим действием, и поэтому его можно использовать для лечения различных нервных расстройств в отбуждении. Очень хорошо сельдерей включать в меню с сахарным диабетом. Помимо этого, он улучшает еще водно-солевой обмен. Хватит чистить. Хватит? Плюс здесь содержится и железо биологически активное. Поэтому такой салатик будет еще способствовать и к ретворению. А красота-то какая? Вот красная, рыжая, зеленая. Все это действительно поднимает настроение. У нас уже получилось основа нашего салата, и теперь можно к нему приготовить тот или иной соус. Но сначала давайте попробуем, а стоит ли это делать и какой соус лучше всего. Сладкий или там, допустим, какой-то там горький или еще. Ну что? Ну можно какой-то пикантности такой немножко добавить. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. 20-е лунные сутки. Энеритика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решения и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание, либо ходьба на ягодицах. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!